Кинематика изучает движение без выяснения причин, вызывающих данное движение. Основная задача — дать математическое описание движения. Название этого раздела механики происходит от греческого слова kinematos, что в переводе означает «движение». Тело, относительно которого мы рассматриваем положение других тел в пространстве, называется телом отсчета. Система отсчета называет систему координат, связанную с телом отсчета, и выбранный способ отсчета времени, например, часы. Траектория — это линия, по которой движется точка в пространстве. Классификация движения по форме траектории. Траектория прямая — движение прямолинейное. Траектория кривая — движение криволинейное. Длина пути — это длина участка траектории, пройденного точкой за промежуток времени. При движении тела различные его точки могут пройти разные пути. Основная задача кинематики. Это определение уравнения движения по известным кинематическим характеристикам. Определение кинематических характеристик по известному уравнению движения — Обратная задача кинематики. Уравнение движения позволяет определить положение точки в любой момент времени. Уравнения движения могут быть записаны в векторной и скалярной форме. r векторная от t. Векторная форма. x от t, y от t, z от t. Скалярная форма. Средняя скорость движения. Средняя путевая скорость или средняя скорость прохождения пути. Скалярная величина, равная отношению пути к промежутку времени, за который этот путь пройден. v средняя равна l разделить на дельта t. Средняя скорость перемещения. Векторная величина определяется отношением перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло. v средняя равна дельта r разделить на дельта t. Ускорение характеризует быстроту изменения скорости. Так как скорость векторная величина, то ускорение характеризует изменение скорости по направлению и по числовому значению. Свободное падение. Это движение с постоянным ускорением. Поэтому для него справедливы кинематические уравнения движения с постоянным ускорением a, где под a мы понимаем ускорение свободного падения g. На рисунках приведено два примера выбора осей при рассмотрении свободного движения тела. Уравнения движения имеют вид. x равно v нулевое умножить на косинус альфа t. x равно v нулевое умножить на косинус альфа t минус g умножить на синус бета t квадрат разделить на два. y равно v нулевое умножить на синус альфа t минус g умножить на косинус бета t квадрат разделить на два. Свободное падение тела. Это движение с постоянным ускорением, а именно ускорением свободного падения. Сила и сопротивление действующие на тело в воздухе при рассмотрении свободного падения пренебрегаем. Отсюда следует, для того чтобы движение можно было считать свободным, необходимо, чтобы скорости движения были невелики. И такая форма тел, при которой сила сопротивления воздуха была бы мала. Всякое сложное движение можно рассматривать как сумму независимых простейших движений. Например, движение тела, брошенного под углом горизонту, равномерное движение по горизонтали и равноускоренное по вертикали. Также можно рассматривать равномерное движение с начальной скоростью и равноускоренное по вертикали. Движение твердого тела это сумма двух независимых движений, поступательного и вращательного. Мгновенное ускорение. Это ускорение в данный момент времени. При равномерном движении точки по окружности постоянного радиуса, мгновенное ускорение по модулю постоянно. При равномерном движении точки по окружности, модуль скорости остается постоянным, а направление непрерывно изменяется. Очевидно, что чем быстрее движется точка, тем быстрее изменяется направление скорости и тем больше ускорение. Однако, с какой бы скоростью точка не двигалась, среднее ускорение за время одного оборота равно нулю. Поэтому для характеристики движения необходимо определять изменение скорости за малый промежуток времени, то есть определять мгновенное ускорение.